Уважаемый господин Каддафи, уважаемые ливийские коллеги, друзья, позвольте мне еще раз сердечно поприветствовать вас в Москве. Я и мои коллеги помним, как тепло принимали нас в Триполи. И нам вместе удалось многое сделать для того, чтобы не только восстановить, но и создать базу для поступательного развития российско-ливийских отношений в будущем. Только что мы с руководителем ливийской революции, господин Каддафи, обсудили ряд стратегических вопросов развития двухстороннего сотрудничества. Сейчас в этом более широком составе можем поговорить о крупных совместных проектах и инициативах. Уверен, что этот визит в Москву будет хорошим стимулом для развития наших отношений по всем направлениям, и прежде всего в торгово-экономической и в научно-технологической сфере. Редактор субтитров А.Семкин Мы хотели бы еще раз выразить нашу искреннюю признательность за гостеприимство, которое мы встретили в Москве. В настоящее время мы продолжаем тот процесс, который был начат в ходе вашего визита в Триполи, и для нас это была большая честь. И мы считаем, что те переговоры, которые у меня состоялись с президентом Российской Федерации вчера вечером и сегодня, были очень полезными. Это не просто переговоры, это переговоры, которые проводят между собой стратегические партнеры. Мы исходим из того, что развитие наших двусторонних отношений по всем направлениям является позитивным фактором воздействия на международную обстановку. И таким образом способствуем восстановлению геополитического баланса сил. Поскольку в настоящее время ощущается дефицит международного мира и безопасности. И в этой связи мы считаем очень важной нашу общую задачу по укреплению и сохранению международного мира и безопасности. Разумеется, как я уже говорил, этой цели невозможно добиться без обеспечения геополитического баланса. Это относится как к экономической сфере, так и к сфере безопасности. Последствия отсутствия такого баланса мы хорошо знаем. Это имеет свое проявление как в экономических проблемах, так и в кризисах и проблемах, имеющих место в области безопасности. И мы должны сделать совместными усилиями все от нас зависящее, чтобы международное право и, прежде всего, устав Организации Объединенных Наций уважались и впредь. И в этой связи мы очень обеспокоены любыми действиями, которые выходят за рамки международной законности. Еще раз повторю, международное право, устав Организации Объединенных Наций должны строго соблюдаться и уважаться. Также хотел бы выразить удовлетворение уровням развития наших двусторонних отношений. Мы также исходим из необходимости развития наших отношений в том, что касается совместной деятельности на Африканском континенте. И в этом смысле уже состоявшиеся и эти переговоры внушают в нас большой оптимизм. Продолжение следует...